Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад на тему «Основные изменения в организации медицинского обеспечения войск в современных вооруженных конфликтах». В настоящее время изменился характер и масштабы современных войн и вооруженных конфликтов. Они стали носить ограниченный локальный характер с быстро меняющимися условиями ведения боевых действий, сопровождаются переоснащением вооруженных сил новыми средствами ведения боя – высокоточное и сверхзвуковое оружие, лазерные пушки и т.д. Кроме того, вооруженные силы ряда государств в настоящее время стали выполнять в различных районах земного шара несвойственные для армии ранее миротворческие и гуманитарные миссии. В связи с этим претерпели изменения и подходы к организации и оказанию медицинской помощи раненым военнослужащим. Целью настоящего исследования явилось изучить основные изменения в организации медицинского обеспечения войск и направление совершенствования ее в современных условиях. Позвольте остановиться на некоторых результатах исследования. Ранее при расчете предполагаемых санитарных потерь, потребностей в силах и средствах медицинской службы учитывалась возможность применения оружия массового уничтожения и, как следствие, одномоментного оказания помощи массовому количеству раненых, пораженных и больных. На первое место выдвигался принцип оказания медицинской помощи, возможно, большему количеству пострадавших, порой в ущерб ее полноте и качеству. В настоящее время с ростом уровня жизни, улучшением ее условий, профессионализацией вооруженных сил, в ряде государств, развитием медицинской науки, возросли требования и к соблюдению одного из основных прав человека – права на сохранение и укрепление здоровья и, как следствие, к качеству оказания медицинской помощи. Причем не только в условиях мирного времени, но и при ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф, а также при организации медицинского обеспечения воинских контингентов, участвующих в миротворческих миссиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах. В связи с этим в медицинской службе ряда стран при планировании медицинского обеспечения воинских контингентов приходится решать ряд проблем – использование для оснащения этапов медицинской эвакуации современного медицинского оборудования, весьма дорогостоящего, требующего обслуживания квалифицированным инженерным персоналом и непредназначенным для частных перемещений с места на место, своевременной подготовкой медицинского персонала с учетом передовых взглядов на оказание хирургической помощи и лечения современной боевой патологии, а также комплектование полевых военно-медицинских организаций высоко квалифицированными кадрами с учетом ротации медицинского персонала, привлечения гражданских специалистов к работе в них, а также их дополнительного обучения и оплаты труда. Развитие и совершенствование военного искусства, средств индивидуального оснащения и вооружения привело к тому, что в настоящее время небольшие по численности подразделения, группы по три-шесть военнослужащих, производят большие поражающие эффекты, наносят весомый ущерб инфраструктуре государства, чем большие контингенты войск раненых. Следовательно, выход из строя, то есть недееспособность некоторых членов подразделения, значительно сказывается на боевой эффективности всей группы и способности выполнять ту или иную задачу. Большинство тяжелораненых погибает в первые минуты после получения ранений. Основными причинами неблагоприятного исхода в ближайшие минуты и часы после ранения являются следующие. Проникающая травма головы – 31%, травма груди и живота – 25%, кровотечение из ран конечностей – 9%, напряженный пневмоторокс – 5%. В связи с сказанным полнота и качество оказания первой помощи играет решающее значение для сохранения жизни пострадавших, особенно при ранениях с повреждением крупных магистральных сосудов, сопровождающихся массивным кровотечением, шоком. Все чаще встречается понятие «тактическая медицина», включающая совокупность мероприятий, непосредственно на поле боя, направленных на спасение жизни пострадавших и предотвращение угрожающих жизни в состояниях. Опыт медицинского обеспечения войск в ходе боевых действий показывает, что для реализации принципа приближения медицинской помощи к раненым наиболее оптимальным средством являются бронированные медицинские машины. Повышение эффективности использования бронированных медицинских машин в современных условиях проводится в следующих направлениях. Увеличение эвакоемкости, улучшение возможностей по эвакуации раненых, улучшение эргономических показателей и расширение функциональных возможностей, улучшение качества и увеличение объема медицинской помощи за счет совершенствования медицинского оснащения и конструкции бронированных медицинских машин. Таким образом, Организация медицинского обеспечения войск в современных вооруженных конфликтах претерпела значительные изменения. Необходимо проведение ряда организационных мероприятий в медицинском обеспечении войск, направленных на усовершенствование этой системы оказания медицинской помощи. Повышение уровня военно-медицинской подготовки личного состава, а также современных средств защиты и оказания медицинской помощи позволит сократить количество безвозвратных потерь в ходе современных вооруженных конфликтов. Благодарим за внимание.